Здравствуйте! Мясной рулет с запечённой медовой корочкой, на мой взгляд, вполне может стать украшением любого праздничного стола. Готовится он довольно просто. Получается вкусный, ароматный и симпатичный. Плюс он имеет одно несомненное достоинство. Его можно приготовить заранее, что сэкономит ваше личное время в праздничный день. А его, как вы знаете, всегда не хватает. Готовится он из свиной пашины. Она же подчеревок, она же брюшина. Плюс мне понадобится чеснок, пару ложек мёда и специи прованские травы, перец чили, соль, также бальзамический уксус, коньяк. А это вяленые сливы. Я их готовила пару месяцев назад. Рецепт вы можете найти на моём канале. Если у вас нет слив, не проблема. Возьмите чернослив, будет не менее вкусно. В первую очередь я приготовлю маринад. Соединяю мёд, коньяк и бальзамический уксус. Сюда же добавляю перец чили и прованские травы. Можно немножко маринад подсолить. Всё перемешиваю, отставляю в сторонку, пока он мне не нужен. Чеснок нарезаю на небольшие, тонкие слайсы. Далее я займусь мясом. Разрежу его по всей длине и разверну. Получившийся кусок мяса в разных частях имеет разную толщину и разную геометрию. Я его немного выровняю. Это поможет мне свернуть ровный, аккуратный рулет. Далее при помощи ножа я шпигую мясо чесноком и вялеными сливами. Бёртвое по себе Baptisthock. Подготовленное мясо нужно посолить и покрыть маринадом. Далее я плотно сворачиваю рулет и обвязываю его прочной шелковой нитью. В идеале мясо в таком виде должно полежать в холодильнике некоторое время, промариноваться. Но из личного опыта скажу, что если вы этого не сделаете, рулет все равно получится мягкий и очень вкусный. Рулет я запекаю в духовке при температуре 180 градусов примерно полтора часа. Час под фольгой и 30 минут без фольги. На протяжении всего времени я периодически открываю духовку и поливаю мясо маринадом. В итоге получается вот такой мягкий, ароматный и очень вкусный рулет с запеченной медовой корочкой. Такой рулет вкусный как в горячем, так и в остывшем виде. Приготовьте такой рулет для вашего праздничного стола. Напишите комментарии. Будьте здоровы, живите богато. Готовьте легко и с удовольствием. Если вам понравился рецепт, поставьте лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. Субтитры сделал DimaTorzok